Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем молодежной политики в Ленинградской области. Дополнительную остроту проблеме придает демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости. Создание эффективных механизмов обеспечения жильем молодежи является особенно актуальным. В администрации Сланцевского района состоялось вручение свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство и приобретение жилья в рамках подпрограммы обеспечения жильем молодых семей. Выполнил эту приятную миссию глава администрации Сланцевского района Игорь Федоров. А счастливыми молодыми обладателями этого долгожданного документа стали Татьяна Воронкина и Елена Сергеева. Какие шаги надо сделать, чтобы получить свидетельства? Для начала, естественно, я обратилась в жилищный сектор, чтобы встать на очередь, узнала о программе, то, что она существует. Собрала документы и вот год мы ждали, на нас не хватило средств, как сказано было. Собрали документы и вот в этом году нас порадовали. Будем покупать что-то, будем строить, расширяться будем. Мы сейчас живем в коммунальной квартире. Участником подпрограммы обеспечения жильем молодых семей может быть молодой гражданин, молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующие определенным условиям. С радостью уточняем, что достойная обладательница свидетельств Комитета по строительству Елена Сергеевна – мама троих детей, а Татьяна Воронкина – мама четверых детей. Гордимся и поздравляем их. До свидания.